Да. Алло, здрасте. Добрый день. Осип Францевич, хотел спросить у вас. Вот эту Тальбожину Анастасию, которая у нас депутат сельсовета, и что вот ее наказали за то, что она там какие-то махинации проводила, и дали ей два года. А вот скажите, она останется все равно депутаткой? Нет, конечно. Уже все, и это да, с этой должности? Все судимые люди, значит, освобождаются от депутатских полномочий. Но по делу я вам, я не участвовал, не принимал там участие. Больше, чем вы знаете, я, наверное, сказать не могу. Что в интернете есть, то я знаю. Знаете, что меня беспокоит вообще в этой ситуации? Что я вообще звоню? Ну, вы же глава депутатов, да? И вот смотрите, то есть она вот принесла там какие-то убытки, вела незаконную деятельность, два года получила, да еще и с отсрочкой. А вот сейчас у нас бывает такое, что люди где-то эмоциональный комментарий где-то написали под какой-нибудь статьей, и им тогда впаивают такие сроки большие, что и никакой нет срочки, и никто не разбирается. Вот как это так у нас выходит? Ну, за это сроки не впаивают, здраво, так вы говорите. За комментарии? Это за комментарии, да. Конечно, вы что, конечно впаивают. Ну, приведите пример, пожалуйста. Ну, вот было даже в Гомельской области, мужчина написал комментарий, что-то там, не могу сказать. Вы, видно, связаны между собой. Мне только что с Гомельской области тоже звонили, вот по этим же самым вопросам. Ну-ну. Ну. А вы уже сколько годов депутат? Ну, уже прилично. И вас что, каждый год выбирают прям? Ну, почему каждый год? Ну, каждый раз. Ну, нет, я же работал на производстве, долгое время работал. А потом уже, значит, ну, хотя я и депутатом был, когда работал на производстве, и депутатом местного совета, и районного совета был. А председатель вас кто выбрал? Это же уже депутаты вас выбрали? Ну, конечно. Конечно. И считаете, что вот ваш депутатский корпус, он вообще полезный для района? А вы считаете по-другому, да? Не, я у вас спрашиваю, я ничего не считаю. Ну, что это за вопрос? Если мы работаем, мы нужны Родине. А что вы делаете вообще? Зачем вы Родине нужны? Ну, вы придите, чтобы не занимать линию когда-нибудь, мы с вами вот придите на прием, попшаемся, поговорим. А что вы так не можете сказать? Через среду, ну, потому что разговор ни о чем, во-первых, понимаете. А второе, что звонки идут к нам по делу конкретные, люди чего-то просят, вот. И что у вас, что вы можете решить, какую проблему? Различные вопросы решают. Например? Вот вы говорите, дайте пример, а вот вы дайте пример, какие вопросы вы решаете? Ну, вот люди обращаются по вопросам ЖКХ, по жилищным вопросам, вот, по воде, по дорогам, по подъездам. И что, и что-то улучшается? И вы решаете проблему? Если бы не работали, конечно, было бы... Что, прямо решаются проблемы? А чего к вам? Смотрите, у нас же есть... В рамках закона, значит, да. В рамках закона. Да. Просто так интересно, у нас вроде есть и ЖКХ, и дорожники, и то еще. А что депутатам звонят по таким вопросам? Про дороги. Ну, видно, не смогли решить вопрос, и вот обращаются к нам тогда. Так а что, они не могут, а вы можете? Ну, люди же разные работают. В семье и то разные люди бывают. Там кто-то не дослушал, кто-то не решил, кто-то разъезжает. А кто-то не мог решить, и мы не можем решить. Ну, объяснить людям надо, кто-то не объяснил и тому подобное. У вас конкретный вопрос есть какой-нибудь? Смотрите, то есть ваша работа в том, чтобы объяснять людям, почему вы не можете сделать. Так? Не обязательно. Законодательная власть принимает и бюджеты, и законы различные, и на местном уровне. У вас конкретный вопрос есть какой-нибудь? Да, конкретный вопрос. Сколько вы денег выделили на содержание райисполкома в этом году? Какого райисполкома? На райисполком деньги не выделяются. При чем тут райисполкома? В смысле не выделяются? Глупый вопрос. Да ну что? А с чего содержится райисполком? Так, конкретный вопрос есть у вас? Конкретный? Слушайте, вы назвали мой вопрос глупым. А с чего райисполком содержится? С чего содержится? С чего? Как это с чего? Так вот вы мне скажите, если мой вопрос глупый. С чего содержится райисполком? По-вашему, значит, что, райисполкома вообще не надо или что? Я спрашиваю, с чего содержится райисполком? С бюджета. С бюджета. Что делают депутаты? Так, конкретный вопрос задавайте, если нет у вас конкретного вопроса. Так какой вы наглый, Иосиф Францевич. Так назвать мой вопрос глупым, так это вы умеете. Да. Да. Потому что неразумный вопрос ваш был. Неразумный вопрос. А скажите, бюджет вы из чего берете? Бюджет из чего формируется? Ну, вы же знаете, наверное, вы грамотный человек. Ну, да, я грамотный человек. А вот вы мне ответьте, чтобы я была уверена, что вы грамотный человек. Да. В основном бюджет формируется с наших налогов, с местных налогов. Да, не в основном, а вообще из налогов, только из налогов. Нет, не правда. А из чего еще? Не только из налогов. Из чего еще? Потому что у нас местный бюджет формируется, например, из местных налогов на 72%. Хорошо, ну, а остальные проценты откуда берутся? А остальные – бюджет области. Да, бюджет области из чего формируется? Республика. Из чего? Помогает. Ну? С налогов республиканских. Именно. Так я про что и говорю, что весь бюджет, неважно какого уровня, формируется из налогов. Правильно? То есть из моих денег тоже. И что вы хотите этим сказать? Из денег всех людей, которые работают. И я вот теперь спрашиваю, сколько вы, как председатель, одобряете бюджет на год? Правильно? Да. Правильно. И вот мне интересно, вот у нас же закрытая система, мы же не знаем, как вы деньги делили. Вы же не рассказываете про то, как этот процесс происходит. Если открыть бюджет района, вы там не найдете, сколько вы денег потратили на райисполком. Так я вас спрашиваю. Нет, вы там найдете все. Найдете, откройте, найдете. Я открывала. Ну и что, вы там не нашли ничего, не видели? Там ничего не разобрать. Я даже экономистам показывала, они сказали, что надо знать, какие они коды устанавливают, что так непонятно. По статьям, по статьям, все правильно. Ну так все правильно, так я вас спрашиваю. Там грамотно все написано. А вот я спрашиваю вас, как неграмотно, а сколько денег вы выделили на райисполком в этом году? А что вы имеете под словом райисполком? Здание имею, автопарк имею, территорию. Автопарк – это не райисполком. А что же это? Здание – это тоже не райисполком. А что же райисполком тогда у нас? Работники райисполкома райисполкома. Ага. А здание райисполкома оно чье? Здание райисполкома находится на бюджете ЖКХ. Ага. 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 Слушайте, а вот так интересно. Так, у меня, извините, у меня звонки идут. Ой, не извиню, не извиню. Так смотрите, какие хитры, а? Да. Что вы сбегаете? Чого вас берет? Так, как родители у школы деньги несут? Там бюджета не хватает. А у райисполкома вы скидаетесь? А где вы работаете, скажите? А еще что вам сказать? Не, ну что, тут секрет такой или что? Что вы деньги носите в школу, выходит много, да? Конечно. А какая у вас зарплата? В какую школу подскажите тогда? Какая у вас зарплата? Будем разбираться. Зарплата у вас какая? Подскажите, в какую школу поборы занимаются? Я не буду вам ничего рассказать, в какую школу я ношу, чтобы вы меня шукали и у КГБ сдавали. Да. Что? Страшно, да? Я вас слушаю. Иосиф Францевич, а давайте тогда райисполком пересадим в палатки. Тогда им здание не надо будет, не надо будет деньги на их тратить. Ну чем вам так насолил, скажите, райисполком? А меня насолил тем, что я хочу знать, сколько денег тратится на райисполком и почему вечно у детский сад моющая занеси, игрушки купи, кружку детенку принеси, у школы полы покрась. Так что нас на райисполком сами не красить в палатках? Я вас прошу, на самом деле, скажите, какой сад? Будем разбираться. Ой, как добр. Ну, так это ж вы все в Беларуси так. Вы думаете, только в одном саду? Ну, так подскажите, пожалуйста. Ну, вот чего вы нервничаете и обижаетесь на других? Ах, ой, Боже. Разберемся, кого-то может и к ответственности привлечь. Да вы что? Раз поборы там такие у вас, да. Подскажите. Да любый сад возьмите, любый. Ну, скажите конкретно. Первую школу возьмите. Первая школа, так. Первая школа. И что, что-то изменится от того, что вы на бумажку записали про первую школу? Так вы у людей спросите. Вы же депутат. Вы же должны общаться со своими избирателями. Значит, в первой школе что там? Поборы сверхмеры идут, да? Каждый год. А что такое сверхмеры? А какая мера у нас на поборы? Ну что, на питание аж, наверное, сдают, да? На что там еще сдают, скажите? На все, на ремонты каждый год. На ремонты каждый год. Вы урасполком не сдаете на ремонты? Чтоб полным покрасили. Наверное, на родительском собрании определяют в класс что-то подремонтируют или как-то. Да, определяют. Потому что если родители не поремонтируют, то никто не поремонтирует. Так спрашивается, так чего у вас полы крашеные, а в школе не крашеные? У нас школы откуда содержатся? Из кармана родителей или из бюджета? Ну, это вы перегибаете. В школах у нас хорошая нормальная мебель. Условия хорошие в школах. Вы не согласны, да? Я не согласна. Я считаю, что условия должны быть такие, как у располкоме. Не то же самое. Не, ну это ж разные вещи. Да вы что? А чего это разные вещи? Ну, потому что здесь люди работают, а там дети учатся. Ага, и что там разного? Так а чего у детей условия хуже, чем у людей, которые работают? Что-то люди там наработали? Почему вы считаете, что хуже, скажите? Скажите, вы сдаете у себя на ремонт кабинета каждый год? У меня они ремонтировали уже 10 лет кабинета. Бедный. Как вы там живете? Даже больше, наверное. Даже больше. Да. А у этого председателя сколько уже председатель работает у нас? Ну, последний председатель работает сколько? Наверное, 3 или 4 года. А ему ремонт срабили, как уехал? И как пришел, и как пришел в кабинет, ремонт не делали. И сегодня председатель в том же кабинете, в котором работал его предшественник. Бедные, несчастные. Так вот такая фраза, так там люди работают, и там дети учатся. Так разное дело, да? А там дети учатся. Ну и столы еще разные. Вы же согласны? Согласны, да. Хорошо, столы. А вот смотрите, у райисполкома этого председателя на какой машине возить? На белорусской. На какой? На какой белорусской? На Джилле. На Джилле. А у этой, а врачей у районной больницы на вызовы у чем возите? На Джилле тоже. Тоже на Джилле? Тоже на Джилле, да. Ну вообще. На Джилле на скорых помощях. На Джилле возите, ну ясно. Так это, вы меня спрашивали, где я работаю, а вы мне скажите, а сколько у вас зарплата? Ну что вам зарплата интересует? Ну как? Ну тоже с бюджета? С бюджета, да. Ну вот мою зарплату можно в интернете поглядеть, сколько стоит, и вакансии есть. А ваша сколько? У нас же никогда не бывает. Открытая информация. Тоже посмотрите. А где? Когда на выборы идем, мы справки предоставляем. А где можно поглядеть такое? В интернете посмотрите. Когда на выборы шли, везде предоставлены справки о доходах. Ну а это, вы помните, сколько вы предоставили? Не помню. Ах, вот оно что. Да. Так а сейчас вы сколько получаете? Вы же ничего не зарабатываете. Какую вам зарплату назначили? Это последнее дело, считать чужие деньги. Да вы что? Это же вообще... Да вы что, да, да. Ничего себе. Во всем мире чиновники самые отчетные люди государства. Потому что вы пользуетесь... Каждый год, послушайте, вот о чем мы с вами спорить будем. Каждый год мы отчитываемся, да. О своих доходах. И где можно поглядеть, где вы отчитываетесь? На интернете посмотрите. Где? Ну скажите, ну нету такой информации, где глядеть? Назовите мне сайты, где лежит та бумага, где написано, сколько вы зарабатываете. У вас самый главный вопрос вот о чужой зарплате сегодня. Конечно. Это не чужая зарплата, это зарплата из бюджета. Вы ничего не производите. Вы 20 годов сидите там. Расскажите, а где вы работаете? Учительницей я работаю. В какой школе? Я не скажу вам, в какой школе. Зачем мне, чтобы вы меня потом шукали? Ну что, я вас буду искать. Конечно будете. Или гонения устраивать. Конечно будете. Перестаньте. Ну. А что же вы стесняетесь рассказать, сколько вы получаете? Вы адрес свой дали, все, телефон, а стесняетесь сказать, в какой школе? Да, не скажу. А чего? Не хочу. У нас по закону об обращениях место работы называть не требуется. Раз мы с вами беседуем уже, ну что-то такое. А вы про школы рассказываете, про садики, что и там неважная школа, и там садики плохие. И везде кругом плохо. Да. И родители могли бы своих детей, может, чем-то вкуснейшим покормить, лучшее, что купить. Но надо в школу занести. Будут сидеть у краси, не плаши. Но в то же время и в школе хорошо кормят. Да вы что? Не согласны. Не согласны. Не согласны. Хорошо кормят. И, кстати, дотации выделяют на детей. Да, и вот тоже интересно. Когда-то ж было у нас бесплатное питание, а теперь что-то гроши берут. В детском садике питание на месяц сколько стоит? Это ж половина зарплат. Ну, неправда не говорите. Да вы что? Неправда. Все неправду я говорю. А вы часто вообще с людьми общаетесь? Каждый день. Ну, такие, как вы, редко пессимисты, понимаете? Редко попадаются, да. Да, понимаю. Неудобно вам, вот когда пессимисты. Ну, так вы больше спрашиваете, где работаешь. Вам люди будут только хорошее говорить, когда спрашивают, где работаешь. Короче, зарплату вы не признаетесь, потому что она у вас неприлично большая, несозмерима с тем, что вы делаете. Как считаете? А почему вы не можете мне ответить? А почему, если вы отчитываете... Есть конкретное что-нибудь? Конечно конкретное. А мы с вами тут болтологией занимаемся. Сколько вы зарабатываете, мой конкретный вопрос. Если вы отчитываетесь каждый год, и что вы не можете сказать, сколько вы в месяц зарабатываете? Ну, вот посмотрите на сайте. На яком сайте? Для кого надо, для того я отчитываю. Ага, да, то есть для государства. А я кто? Вы народ, да. Да, так а государство кто? Справки о доходах мы подаем. Кому вы подаете? Так, еще у вас вопросы есть? Видите, какие вы слизень? Вот выкручиваетесь их на сковороде. Я, кстати, забыл вам сказать. Наш разговор записывается. Записывается, я знаю. Да, да, да. И он записывается. За это скорбление я могу уже вас привлечь. Конечно вы можете. Да, можете. Иосиф Францевич, я вам могу так сказать, что у нас разговор не только записывается, но и показывается. И вас сейчас уся Беларусь поглядела, як вы выеживаетесь. Хорошо. Так что я вам так хочу сказать, что... Ваши друзья уже звонили с Гомеля. Уже звонили. Отлично. Да. И я вам хочу сказать, что мы у всех вас наблюдаем. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok